Хей, всем привет, ребята, на просторах сети я нашёл одну, ну очень интересную индию. С английским у меня всё, ну очень плохо, так что название игры озвучит гугл баба. Софтвейнг. Давайте начнём новую игру, и в процессе создания персонажа я вам всё расскажу. Огромная туча всяких характеристик, и как вы могли догадаться по этой строчке, мы будем создавать свою компанию. Она очень сильно похожа на игру под названием... Game Dev Tycoon. Но тут всё намного-намного подробней. Ну как может не понравиться игра, где можем менять размер челюсти? Интересно, можно увеличить размер... Моя компания называется... Apple. Нет, это не ошибка, я именно так её и назову. 2К десятый год, полмиллиона баксов, начальный капитал, и... На этом, в принципе, почти всё. Остаётся только раскидать свои навыки. Моя позиция такая, хороший товар не нуждается в рекламе. Так что маркетолога мы снизим почти до самого нуля. А вот насчёт художника в 2К десятом году надо бы задуматься. Его мы, конечно, снизили, навыки руководителя, как по мне, намного важнее. Но, если что, мы сможем нанять другого художника, который будет вообще очень классно рисовать. Деньги у нас... Их у нас много. Начинаем игру, и вот мои владения, даже рынок, господи, что эта игра из себя представляет, я даже понятия не имею. Рядом со мной какой-то огромный дом или торговый центр. И, вообще-то, по идее, мы сможем построить в дальнейшем точно такое же здание. Да, если что, мы сейчас сами всё начнём делать прямо с самого нуля. Даже свой офис мы будем строить самостоятельно. Если что, я создал немножко другой регион, потому что в том было небольшое здание, которое мне заслоняло весь обзор. Хоть у нас и много денег, тратить сразу все сбережения на здание не стоит. Надо будет оставить немножко денег на чёрный день. Такого здания на первое время будет вполне достаточно. И давайте я вернусь тогда, когда построю офисы. Отдельные офисы для каждого работника. Воу, чё-то меня эта игра немножко затянула. Тут реально можно выстроить свой офис. Я сейчас это всё обстраивал не так уж и долго, но, как минимум, мне было реально интересно. Я создал ресепшн, я создал два небольших офиса, где я поставил по 4 столика, там по 4 ноутбука. И я создал свой главный офис, где я буду сидеть в роли директора. Но пока что у меня совсем нет персонала. Это можно легко исправить, нажав на кнопочку «Нанять сотрудников» и надо найти, найти кого-нибудь. Как вы помните, у меня совсем нету художников, так что в первую очередь надо найти его. Посмотрел я всех ребят и самый классный это Карн, если я правильно прочитал её имя. Мы её нанимаем и художник у нас уже есть. Также мне нужен маркетолог, короче мне нужны все и давайте я их всех найму без записи. Рабочий коллектив собран и чтобы сразу получить какую-то выгоду, давайте начнём с работ по контракту. Как раз-то требуется плохое качество, а лучше у меня не получится. Берём работу и я даже не знаю, что из этого выйдет. Ну, во-первых, надо пропустить один день, чтобы мои работники всё-таки пришли на работу. Что? Время идёт, идёт уже 8 часов утра и вот мой, ух ты, ничего себе их сколько. Получается, что у меня даже не хватило места для одного программиста, но у меня их два, так что пусть один сидит отдыхает пока что. Время идёт, работа кипит и у меня даже уже что-то получается. Ну, вроде бы, уже 18 мегабайтов контента. У меня тут небольшие проблемки, кто-то там у меня хотел в туалет и не смог туда сходить. Это очень плохо. Поэтому мы должны с вами где-то построить туалет, а я как-то это совсем не предусмотрел. В общем, как-то так, я это всё приколхозил, теперь у меня есть туалет и даже место, где мои сотрудники смогут удалить свой голод. Ну и, конечно, стоило мне только сделать комнату отдыха, как все сюда попёрлись. Супер. Я тут немного забыл, что один месяц у нас идёт как один день и просрочил релиз на один месяц, так что мы сразу нажимаем релиз и контракт завершён с прибылью в 3000 баксов. Всё было на самом деле намного легче, чем я думал. И не вижу смысла больше откладывать неизбежное, давайте сотворим что-то своё, а именно какую-нибудь компьютерную игрушку. Здесь даже можно указывать цену, за которую нашу игрушку будут продавать. А также мы выбираем операционную систему, и так как у нас нету своей, мы должны купить на неё права. Слушайте, ну здесь, по-моему, ну чересчур всё сильно проработано. Прямо сейчас мы можем проанализировать рынок и выбрать, какая iOS сейчас самая популярная. Это можно сделать, но я почти в этом не шарю. Так что мы просто покупаем самую последнюю операционную систему. Заключаем сделку, но у нас... На папам. Немного ли ты хочешь, братишка? 28 миллионов. По-моему, я немножко не туда залез. Конечно, капец как дорого, но денег у меня пока что... пока что. И очень много. Покупаем права на iOS, и теперь мы, по идее, её можем использовать, да? Либо мы сейчас пустую потратили деньги, либо мы что-то купили. Я пока что ничего не вижу, чтобы что-то тут появилось. Детали совпадают, проектировщик у нас есть, программист тоже имеются. И вот этой штуки... Хотя нет, она была у нас в той игре, о которой я говорил почти в самом начале. Game Dev Tycoon. Всё-таки игра для моей компании, это уж сильно жирно. Я выбрал другой тип, это 2D редактор. И тут у меня уже всё получается. Я выбрал наше приложение, в котором мы будем работать. И я смог всё настроить в этой панельке. Мы просто начинаем далее. И теперь у нас время неограничено. Мы можем работать и дорабатывать этот проект сколько нам будет угодно. Пока что качество ужасное. И давайте-ка поставим рейтинг, то есть приоритет на 10 баллов. Хочу сразу сказать, чтобы вы сейчас не делали то, что делаю я. Я начал разрабатывать какую-то фигню, которая делается ну очень долго. Я полностью нанял новый персонал. На этот раз я нанял работников, которые ну такие намного получше моих предыдущих. Мой проект я назвал Диана. И знаете, что за полгода он готов только на 50 грёбных процентов. Уже идёт снег, а у меня остаётся всего лишь 54 тысячи долларов. И надеюсь, Дианочка успеет сделаться до того, как я обанкрочусь. Блин, это очень опасная идея была делать то, что я сейчас, по-моему, я делаю, а уже не помню. Да что ты говоришь, переговоры о заработной плате. Он хочет плюс 200 баксов к своей зарплате. Чувак, ты и так получаешь 4 тысячи баксов. Зачем тебе ещё что-то? У меня нет времени ни с кем спорить, так что просто соглашаемся. И очень сильно надеемся на то, что я всё-таки сейчас не обанкрочусь. Это последний день, ещё один день, и я грёбный банкрот. Но знаете, что вроде бы всё хорошо, и Дианочка почти... Зачем вы ушли? Ребятам же осталось прям чуть-чуть доделать. Я мотаю день вперёд, и у меня долги. Минус 8 тысяч, но я уверен, что уже сейчас, ну или в крайнем случае завтра, Дианочка, да, делается. И смотрите, ребята, осталось прям капелька, и я смогу перейти на следующий этап. Превосходное качество, и мы ставим на паузу это, во-первых, и идём на следующий этап. Это раз. Потом мы нажимаем рекламу, и... Попопопопом... Тут надо разбираться. Давайте-ка это я оставлю для вас. Тут есть очень много всего, прям огромная куча, в которой можно прям копаться, копаться и разбираться. У меня же на это всё времени просто банально нету. На этом запись почему-то прерывается. Кстати, мой проект провалился, и я обанкротился. Самый главный прикол этой игры в том, что вы реально можете проанализировать рынок и выбрать для себя какую-то успешную стратегию. И в этой игре твой успех зависит только от тебя, а не от какого-то там рандома. А на этом у меня всё, ссылку на игру вы найдёте в описании. Удачи вам и до новых встреч на моём канале. Всем пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.